Геннадий, в начале нашего разговора расскажите, в чем заключается работа демократической, миссия демократической Беларуси в Украине, чем вы занимаетесь, какие вопросы решаете, возможно. Ну, так случилось, что Беларусь на сегодняшний день разделилась на два лагеря, скажем так. Есть та Беларусь, которая находится внутри территориальной, географической Беларуси, и та часть, которая выехала после событий 2020 года, и раньше вот этих всех волн эмиграции, связанных с политической эмиграцией, то есть получилось две группы. Есть группа та, которая находится внутри, адепты, в первую очередь я беру, и та часть, которая находится под репрессиями после 2020 года, большая часть сидит, очень большое количество репрессированных людей уже, очень большое количество находится за стенках. Более полтора тысячи признаны политическими заключенными со статусом конкретным. Это далеко не вся цифра по определенным случаям каждый раз. В общем, получилось два лагеря. Вот большая часть, которая выехала, она находится в Европейском Союзе, ну и включая и дальние зарубежья, и Соединенные Штаты. То есть вот это продолжение 2020 года, оно вылилось в то, что создался офис Светланы Тихановской, в дальнейшем создали структуры, такие как Объединенный Переходный Кабинет, которые находятся в Варшаве. И есть еще целый ряд большой организаций разных инициатив, которые это вот все сливается в эту общую демократическую Беларусь. С началом войны полномасштабной России против Украины, после 24 февраля, значит, получился такой вакуум и очень сложная ситуация, крайне сложная, она была для нас, она и на ментальном уровне психологическом, для беларусов, выехавших, которые относят себя к демократической части. Но я имею в виду, не надо забывать, что есть внутри, отделяем режим, то есть я разделил режим и те, которые за перемены людям. То есть получился такой вакуум, что после начала полномасштабной войны, после 24 февраля, посольство Беларуси, оно выехало, то есть оно, по-моему, даже заранее выехало, за несколько дней, выехало из Украины. И все беларусы, которые находятся здесь сейчас, в Украине, они остались как бы сами по себе с целым рядом проблем. То есть на сегодняшний день мы четко уже имеем представление, я имею, как руководитель этой миссии, я имею представление, какой набор здесь вот этих всяких проблем у беларусов. Это связано и с проживанием, с посвятками, это связано и со счетами, с трудоустройством, это связано и с военнослужащими нашими, с добровольцами, которые служат, у них тоже есть некоторые проблемы там, и по социальным, я имею в виду, по выплатам там есть ограничения, то есть они не подпадают под категорию, как являясь военнослужащими украинской армии, они не получают никаких компенсаций по ранению и по смерти, то есть не могут получать, так как являются гражданами Беларуси, с этой формулировкой. То есть появилось целый большой ряд проблем, и самая главная проблема это то, что своими действиями Лукашенко создал такие условия, когда поставил на грань, то есть конфликт двух народов, то есть он, олицетворяя тот режим, который удерживает географическую Беларусь, красно-зеленую, которая там находится, он создал все условия своим действием, либо бездействием, что с территории Беларуси зашли вооруженные силы Российской Федерации, и это был акт прямого вооруженного нападения с целью лишения государственности Украины. У нас есть общая в этом часть, то, что произошло, угроза России, она, понятно, она сейчас самая страшная, она выражается вот этими боевыми действиями, потерями, разрушениями, мирное население, те, кто воюет. Значит, и была попытка угрозы захват территории, какая-то часть сейчас, понятно, что попала под оккупацию, часть уже освобождена и идет активное действие по освобождению Украины, но для Беларуси общая такая же часть есть, для нас Россия точно так же является таким же агрессором для Беларуси и белорусов вот этой демократической части, которые понимают, что Беларусь должна сохраняться как цельное государство, национальное государство, имеющее свой язык, ну и целый ряд атрибутов государственности по национальному признаку в первую очередь, конечно. Поэтому это всего лишено, и благодаря позиции и поведению Лукашенко, руководителям того режима, который удерживает, получается, что нам точно такая же угроза через мягкую аннексию, через оккупацию, через это проникновение, потому что, ну, там говорят, знал Лукашенко, не знал о начале, он там обещал до последнего дня, и в интервью там и Гордону, и министр обороны заявлял там, что я вам клянусь, ничего не будет. Вот то есть эти вот все заявления, которые ничего не стоят, привели к тому, что российские войска зашли с севера, и угроза была такая, что практически, ну, угрожали Киеву, дошли до границ Киева. Поэтому сейчас для нас получилось, что мы такие, такая форма, у нас как бы две Беларуси. Одна Беларусь – это режим, который представляет, а вторая, которая не согласна, которая выступает за самостоятельное государство, за невоюющее, за миролюбивое, за добрососеднические отношения с Украиной, со всеми государствами. Поэтому своим поведением он создал и создает на сегодняшний день, находясь, условно, скажем, если рассматривать с точки зрения геополитики, Беларусь находится вот в таком центре, который угрожает одновременно и Украине, Польше, Литве, Латвии. То есть вот пока находится это влияние России через режим Лукашенко, сохраняется угроза всем этим государствам в регионе. Мы, тем самым, находясь уже извне, находясь под давлением, многие выехали под преследованием, некоторая, не некоторая, а большая часть прошла через аресты. То есть мы оказались в таком, в новой для себя форме. Поэтому сейчас стоит вопрос для нас – это выстроить отношения, показать, доказать своими делами, что мы являемся друзьями Украины, что мы не представляем интересы этого режима, мы не являемся теми людьми, которые называются со-агрессорами. Мы изначально до этого были против всего этого и делаем все для этого. Поэтому сейчас моя задача как руководитель миссии – это выстроить отношения с местной властью, то есть украинской, государственной властью в регионах. Это понять все проблемы, которые находятся не только военнослужащих, так как я прошлый год занимался больше добровольцами, но и всеми гражданами здесь и их проблемами, которые возникают в связи с их пребыванием. Вы сказали об угрозе, упомянули сейчас об угрозе, которую режим Лукашенко создает для соседних с Беларусью стран. И вот одна из последних новостей – это о том, что Беларусь собирается приостановить действие договора об обычных вооружениях в Европе, конкретно по отношению к Польше и Чехии. Как думаете, с чем это связано? Почему именно эти две страны? Ну, то есть с Польшей, тут еще, учитывая все предыдущие заявления Лукашенко, которые касаются Польши, тут еще как-то можно найти какой-то логический ответ. А что касается Чехии, это прям немножко удивительно. Я скажу так, как бы на сегодняшний день все, что бы он ни делал, на мой взгляд, это рассматривается уже можно через анекдот про неуловимого Джо. То есть он неуловим, потому что, почему? Потому что он никому не нужен, условно. Для того, чтобы ему, и у него сейчас сложилась такая ситуация, что ему надо быть в фокусе. Все вопросы, которые создаются, на мое зрение, на мою точку зрения, все вопросы для того, чтобы активировать, привлечь внимание, включая какие-то переговорные, старые договорные отношения, это делается только для того, чтобы усилить какую-то свою переговорные позиции, участвовать. То есть разговаривайте со мной, я же здесь вот могу влиять. Вот смотрите, вот эта же история и с вагнеровцами, и с ядерным оружием, и с этим движением, и с мигрантским кризисом. Вот я тут такой великий порешаю, приходите ко мне договаривайтесь. Я думаю, что на сегодняшний день он четко для себя представляет и понимает, что ситуация изменилась радикальным способом. И те события, когда начиналась война в прошлом году, и когда эти были заявления по 3-4-7 дней, ой, да кто там будет и как там будет, он рассказывал, все знал, понимал. Он поступил как товарищ Сталин в свое время. Вот сейчас будет, кстати, Беларусь, там вот эта режимная, праздновать День народного единения. 17 сентября. 17 сентября 1939 года, это по пакту Молотова и Риббентропа, была разделена между Германией, фашистской и Советским Союзом, была разделена Польша. Германия начала Вторую мировую войну 1 сентября, и зашли, вторглись в территорию Польши. И советские войска должны были сделать это с востока. Но они ждали, Сталин выжидал две недели с лишним. И только 17-го зашел. Но у нас же наш фюрер, он последователь Сталина и всех великих людей в одном лице, в одном флаконе. Поэтому он тоже выждал эти дни, посмотрел. И после первых поражений, тех, когда колонны, которые ехали и везли у себя там в десантах парадку, он увидел, что разбиты эти колонны там по дороге Чернигов, Сумы там не смогли, и в Киев не смогли, и все это вот четвертый день, где тоже было ясно, что это захлебнулась эта волна, и не удалось этот блицкрик. Вот он это как бы понял тогда. Я уверен, что он понял тогда. Он хотел быть сильным. Ну кто? Ну я с Вовой. Кто на меня с Вовой? Знаете, как вот я с большими парнями. Сейчас у большого парня не получилось, и ему надо решать. Ну и вот ему надо сейчас создавать максимально, знаете, как у зверей, там у животных, им надо становиться на задние лапки, поднимать ручки, раздувать щечки, хвост такой большой делать, создавать образ великого большого такого пятна, чтобы оппоненты тебя заметили. Мне кажется, все вот эти действия, договора, разговоры про Пригожина, ну не касаясь там Африки, можем там коснуться, чуть там личные интересы, я думаю, есть. А вот эти все переговорные, они ничего, от него ничего сегодня не зависит. Его задача сейчас найти, наоборот, в какую-то приоткрытую форточку, найти ту маленькую щель, в которой можно каким-то образом под ковром договориться о чем-то. И вернусь еще секундочку, вот если посмотреть начало, чтобы понимать его сознание, почему это происходит, вся его история, она вот этих на балансах. Он все время работал от противоположной стороны. Если взять 19-й год, начался накал Россия, когда уже готовилась, скорее всего, давным-давно, я понимаю, к полномасштабному вторжению. Значит, Россия в 19-м году вдруг подняла вот эти союзные старые дорожные карты, которые еще, прицеливаясь на шапку Мономаха российскую, союзного государства, да, союзного государства Лукашенко, там какие-то подписал, рассчитывая на то, что он будет преемником. Но потом вышел казус, появился Владимир Владимирович, который... Да, и потом, видимо, Лукашенко был очень рад, что эти дорожные карты... Да, и эти все годы, они просто были, ну, похерены, скажем так, вообще не слышно, ничего не было. В 19-м году россияне решили это все, эту мягкую аннексию восстановить. Им нужна была Беларусь для входа в Украину тоже. Они начали этот вопрос поднимать, начали подниматься эти карты, то 31, то 36. Потом началась нефтяная газовая война, зима, 19-е, 20-е. Здесь Лукашенко разворачивается в сторону Соединенных Штатов. Соединенные Штаты привозят нефть, газ наливниками, продают. В марте приезжает Помпео, госсекретарь, встречается с ним. И потом начинается 20-й год, вдруг появляются вагнеровцы. Лукашенко считает, что это тот спецотряд, который закидывает Россия под него. Он рассматривает тех, которые заявились на выборы, это ставленниками России. То есть он опять начинает, понимает, что здесь игра. Но в процессе он не рассчитал, 20-й год поставил, разложил карты так, вот эти вот пазлы сошлись так, что миллионы людей вышли и подняли над собой белочарованные белые стяги. И он никак не ожидал. И это развилось до такой части, расшаталось его кресло, что ему надо было довериться Путину в тот момент, когда Путин сказал, что мы, если что, мы заведем войска. И на самом деле мы получали информацию от прибрежных, скажем, приграничных этих областей, что даже из МВД отделов, городделов, облотделов были собраны мобильные группы, был раздан сухпайок им там на 20 суток, точно я знаю, потому что разговаривал с серьезными людьми на тот момент, владеющими информацией. И вот этот момент 20-й, он его как бы создал разворот в эту сторону. И потом это по чуть-чуть, по чуть-чуть, мягенько они его взяли, денежками помогали, он туда летает, никогда так не летал так часто, как вот за этот период с 20-го года. Все какие-то выяснения, решения, продолжения. Сейчас он опять подумал, здесь война получится, я с войной вдруг раз, и мы в дамках. Раз-раз, и я в дамках. А тут раз-раз, и уже у России бензин заканчивается, скажем так, в Москве там подскочил по цене. Я уже не говорю про то, что попровал на всех направлениях. Поэтому он для себя сделал вывод, у него есть четкое понимание, он змей очень чувствительный. Вот он понимает 100%, что ситуация уже развернулась для него крайне негативной. Я уверен, что идут разговоры по всем направлениям, которые могут быть под ковром. Вы имеете в виду, что режим Лукашенко, возможно, не он лично, но какие-то его люди-ставленники, они ведут переговоры по закрытым дипломатическим каналам для того, чтобы сохранить как минимум его свободу, а как максимум, возможно, и власть. Ну, власть вряд ли, я думаю, что про власть речи не идет. Я думаю, что стратегически, там есть тоже умные люди, которые могут заниматься стратегическим анализом, и там примерно на лет 10-20 заглянули вперед и расписали чисто исторически, какое может быть развитие. Поэтому он имеет представление четкое, что надо сниматься, просто как это сделать, куда и каким образом. Поэтому сейчас он занимается. Макей, хороший пример, который у нас министр иностранных дел. Он как раз был... Ну, да, непонятно, что с ним случилось. Объявили, что умер, там, или суицид, там, всплывают такие. Ну, я думаю, что это не просто так, все. И это тот человек, который занимался именно западным вектором. Там активно у него были хорошие личные контакты. Я думаю, что это вполне возможно могла быть и работа Российской Федерации, чтобы подрезать ножки у стула. Ну, то есть какие-то каналы закрыть ему, Лукашенко. А как вы думаете, Путин, его режим, они понимают, что Лукашенко сейчас ищет выходы из сложившейся ситуации? Видят ли они в этом для себя угрозу? И не может ли это стать... Ну, я не знаю, назвать ли это эскалацией? Потому что, да, оккупация Беларуси Российской Федерации, она произошла достаточно спокойной. Ну, если так можно выразиться. То есть не было вооруженных столкновений, это не было вторжения. Не, ну, управление на сегодняшний день внутри, оно как бы не попадает под понятие классической оккупации, потому что управление внутри ведется все-таки режимом Лукашенко. Все люди его управляют за ним. Путин, он любитель всего, к чему можно добавить слово гибридное. Гибридная война, гибридная оккупация, гибридная демократия, если можно так выразиться. Но вот по поводу Путина, не видит ли он сейчас? Опять же, скажу свое мнение сугубо личное. Я считаю, что Путин и его коллектив, вот это вот политбюро, условно скажем, которое там из силовиков составляет вот этих старцев, которые давно в теме и в основном с комитетовским прошлым ФСБшным, они четко представляют, кто такой Лукашенко, но они в процессе вот этой долгой игры, ну, условно скажем, 29-летней его власти, потому что они спасали его в 96-м году, уже когда импичмент был, когда прилетали там Строев, Примаков, ну, там четверо они прилетали, решали вопрос с этим референдумом. Угроза была очень большая тогда, поэтому он все время косвенно находился там под их влияниями и под их интересами. Просто он умудрялся быть таким полезным, как бы парнем и нашим, и вашим. И рассказывал, смотрите, я тут посередине, давайте вы не будете, а я всегда буду таким промежуточным звеном, вы через меня будете работать на Запад, но чтобы не было, когда мы с тобой разговариваем напрямую, ты мне задал вопрос, я тебе должен отвечать. А так мы будем разговаривать через меня, всегда есть время для трансформации, осознать, подать, потом если что сказать, так это же не я, это вот он говорил. Ну, то есть, как бы информацию через такой промежуточный сделать такой хаб. Вот он на этом балансировал. Я считаю, что в Москве есть четкое понимание, кто такой хуис мистер Лукашенко, там вообще, они там вплоть до молекул, там все понятно есть. Но на сегодняшний день они не смогли, он все-таки, ему хватает его вот этой вот прозорливости, такой животноколхозной, не хочу так грубо никого обидеть, ни животный мир, ни колхозников, но у него вот есть вот эта внутренняя чуйка, в которой он все правильно расставил, он выстраивал свою систему власти по принципу такому, что зайти может на пост только тот, который полностью подконтрольный мне, который уже закрючкован какими-то страшными там или непонятными делами, на который просто уже есть документ, просто в нужный момент достаешь и все, ему дают. Он заводил тех, которые могли делать, способные, но уже запитнавшие себя, даже с точки зрения законодательства Республики Беларусь. Поэтому он создал таким образом, такую структуру, которая закрючкована, при этом он им всегда еще что-то дает и преподносится, это я вам даю. То есть на сегодняшний день Россия управляет, создать второй центр, допустим, если отрубить голову сегодня Лукашенко, то неизвестно развитие, они не могут управлять этим процессом, они не смогут пока, потому что нет четкого ровного и 20-й год вообще смешал все карты. Они хотели бы это сделать, но они не могут, не знают, пока он есть. Они не понимают как, поэтому им выгодно играться с ним, потому что они по крайней мере понимают, там они его все равно смогли за эти годы загнать в угол. И то вот он выкручивается, сама та история, что практически с июля прошлого года не летят уже ракеты из Беларуси, то есть удерживает больше года, не дает. Я думаю, что какие-то договоренности есть, обязательства, что-то такое существует. Вы знаете, Геннадий, мы в эфирах Фридема очень часто говорим с россиянами о будущем России, с белорусами о будущем Беларуси, естественно, что те люди, с которыми мы общаемся, они видят его исключительно без диктатуры, ну это ясно. Но мы же прекрасно понимаем, что путь к такому будущему, он долог и тернист. Каким вы видите путь Беларуси к будущему без лукашенковского режима? Ну, в первую очередь на сегодняшний день сама ситуация уже является такой фундаментальной частью, на которой все строится. То есть фундаментальная часть, первая, это половина, что 20-й год произошел, что этот анахронизм, тот вот этот Советский Союз, радянский в голове вот этих старшего поколения, которые Советский Союз там, ай-яй-яй, ай-яй-яй, это уже анахронизм. То есть новое поколение и взрослые люди, я тоже, я родился, учился и служил в Советской армии еще, вот до развала Советского Союза. То есть есть часть, которая, основная часть людей поняла, что это, ну, это дорога в никуда. Нам надо идти там, где есть цивилизация, где есть технологии, надо продвигаться с развитым миром. Это первая. Вторая, очень важная ситуация, которая сейчас играет главную роль, активную, это война Украины, России с Украиной. То есть как мы видим это для себя? Мы видим, что происходит процесс ослабления. У нас ни у кого нету сомнений, что Украина однозначно победит в этой войне. Понятно, цена эта очень дорогая, но это такой путь, он уже есть, мы уже находимся в этой точке и наблюдаем это. То есть мы считаем, что благодаря тому, что Украина, нагружая и уничтожая, перемолачивая армию российскую, перемолачивая технику, перемолачивая вот это сознание, хотя там очень сложные эти ватные головы, вот по примеру, допустим, если взять Чеченскую войну, вот по оценке, да, Чеченские войны, войны первая и вторая 90-х годов и 2000-х, там 94-95 и 2000-х годов, она показала, что на тот момент была активность народа гораздо выше. То есть были вот эти материнские комитеты, которые приезжали, боролись, выходили люди. На сегодняшний день настолько подавлено, что зачищено поле тоже, там поднять голову они не могут, но матери, даже матери, которые теряют своих детей, они не готовы бороться за их судьбу дальнейшую. Ну то есть вообще такой, даже нарушается уже биологический какой-то момент. Но мы считаем, что вот этот момент войны, он потихонечку идет, разворачивается в нужную сторону, да, торопиться не надо, он идет, 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 происходит. И мы считаем, что будет ослабление внутреннее, то есть загрузка внутри, движение внутри масс. Они уже, даже те, которые финансовые круги, олигархические круги, они все ощутили на себе давление вот этого решения. Сейчас Путин, если слышали, он сказал, нас втянули, нас вынудили. Кто тебя вынудил? Тебе миллион раз сказали, куда ты, дорогой друг, идешь? Никто не верил, что вообще в это сумасшествие можно поверить, заходить. И что дальше, никто не понимал. Но вот он верил в это, что он, может он слышал голос какой, я не знаю, у него там, может демоны его там вели. Но я вижу, что все остальные вокруг понимают, что у нас от этого только плохо. Что мы получаем? У всех одна жизнь. Все рассматривают, находясь там, они рассматривают с точки зрения своей личной жизни и своих личных интересов. Эта жизнь их под угрозой внутри находится. Точно так же они погибают, там, этим большим количеством, никто с ними не считается. А второе, это те, кто имеют и жили хорошо, хотели бы дальше жить, ездить по заграницам, иметь яхты, они не могут этим пользоваться. Плюс у них там ограничено, заблокировано, очень много заграницей, много потеряли там своего. То есть начинаются внутренние вот эти движения. Это же сразу же цепляет и внутренние уже национальные такие точки, которые национальные, государственные внутри. То есть как бы Российская Федерация, она такая очень сложная с этим словом. Я знаю, я очень много там общался с Татарстаном, у меня было в период там и сослуживцы были, и я там бывал. Я знаю, что у них вот этот сепаратизм, так называемый, у них был всегда, они до 2006 года или до 2010 года у них на флаге, на знаке дорожном регистрационном номере не было флага России. Ну и кроме того, это республика, мне кажется, она последняя, где перестали избирать президента республики. То есть сейчас это все главы, да, там, субъектов федерации. А в Татарстане до последнего это был президент республики. Да, президент. Они очень четко понимают, что у них есть все свои ископаемые. У них есть нефть, у них есть хорошая нефтепереработка, химия-переработка. У них есть автозавод хороший, в который даже Мерседес уже в последнее время зашел и влил деньги в КамАЗ. У них очень много производства. Они понимают, я говорю о чем, что есть такие внутренние образования, которые давно, они мононациональные, допустим, там Татарстан или наоборот, допустим, как Дагестан, там очень много разных национальностей. Но вот Кавказ подвижная такая точка, Татарстан, я думаю, что очень много точек. Дальний Восток очень сложно, с Китаем. Если взять вот эту всю геополитику, ну такая вот, сейчас вот такое желе, такой холодец превращается, Россия вот это вот в такое шатающееся какое-то образование. Я думаю, что будет просаживаться и наступит такой момент, что Украина в любом случае выйдет на границы 91-го года. Но это, если брать с точки зрения, что они вот выходят на границы 91-го года, это не снимает то, что я говорил, напряжение в регионе. Если остается этот выступ, балкон белорусский, и есть влияние через него России, то постоянно весь регион находится опять в этом шантаже каком-то, опять там ядерное оружие и все прочее. То есть надо решать вопрос, чтобы Белоруссию отрезать. Я считаю, внутри там в сжатом состоянии пружина находится, народ готов. 20-й год спас жизни Лукашенко только благодаря заявлению Путина, что они зайдут. И большинство не хотело прямой аннексии, когда физически заедут войска и там какое-то противостояние. Поэтому я думаю, что вот это вот все такое сошло мягко на нет и удалось ему тогда удержать власть. Сейчас при просадке вот этой поддержки будет ослабевание. Ну у нас есть подразделения, которые заявляют прямо белорусские. Они готовятся к дальнейшему входу. Я понимаю, что их там сил недостаточно, но это же не значит, что на этот момент недостаточно. На момент изменения ситуации может быть запишется гораздо большее количество. Сейчас полк Калиновского создал резерв в Европе. Они набирают людей, просто создают базу свою, которая проходит подготовку тоже, но они не заезжают в Украину. Но это те, которые не готовы сегодня воевать в Украине, но готовы завтра двинуться в Беларусь при изменении ситуации. Скажем так, те, которые в Европе работают семьями, но по особым своим причинам. Поэтому я считаю, первое это ослабление внутри России. Второе это начнутся внутренние, то что происходило при развале Советского Союза, когда успела выйти Литва, Латвия, Эстония, Грузия первые. Потому что центральная власть российская была отвлечена на внутренние свои регионы. Они, как говорится, хватай мешки, вокзал уходит. И тут, и туда, и уже эти поезда разъезжаются. Там какая-то Беларусь уже не до Беларуси. Поэтому в этот момент нам надо будет активно работать. Мы думаем по этому поводу. Есть там разные программы. Есть готовиться. Вот, допустим, там из Байпола Азаров заявлял про план Перамога, который у них там тоже записалось очень много людей. Буду знакомиться с ним. Кстати, пригласили меня с ним ознакомиться в закрытом формате для оценки, для аудита. Поэтому есть не только это. Есть одно, те, которые внутри. Есть те, которые воюют, сейчас получают опыт. Есть те, которые, группы, которые готовятся в Европе. Есть политическая составляющая. Но при этом всем консолидация среди беларусов, как в Беларуси, так и за ее пределами она есть. Ну, общая цель у нас одна. Понятно, что есть брожение. Я скажу, в Украине тоже очень много. Я наблюдал очень много партий. И это такое разновекторное или там многовекторное, скажем. Главное, что цель одна. Вот, но я хочу отметить, что сейчас, смотрите, на момент войны все собраны в одну точку. Поэтому я считаю, что все придет в одну точку. Да, есть. Да, очень много работает агентуры, нашпиговано. Лукашенко и Российская Федерация не жалеют денег для этого. Но я думаю, что Российская Федерация через Лукашенко тут. Да, они пытаются забивать эти клины, постоянно что-то вбросы делать, расчленять изнутри. Но это такая нормальная работа спецслужб. В советской, еще старой истории с 20-х годов они этим занимались. ЧК, ГПУ и все прочее. Поэтому я думаю, что все готовы, все понимают. Я думаю, что это будет опять массовый очень такой массовый поход. И все этого очень ждут. Геннадий, я вам благодарен за этот разговор. И абсолютно искренне желаю, чтобы каким бы путь белорусского народа к демократии, к жизни без лукашенковского режима и без какого-либо другого режима в наихудшем понимании этого слова, какой бы он ни был, долгий или короткий, возможно, но чтобы он обязательно был результативным. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем все делать не просто ждать. Будем делать все для того, чтобы это скорее случилось. Ну, это по-нашему. Спасибо вам. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо, Геннадий. Спасибо.